Кабачок для приготовления этого рецепта нужно брать молоденький, с мелкими косточками. Его можно готовить вместе со шкуркой. Кабачок тщательно вымыть, обсушить, а затем натереть на мелкой терке. Затем поочередно разбейте в миску куриные яйца. Всего понадобится 6 штук. Добавьте достаточно соли, черного молотого перца, а также засыпьте специи, которые считаете нужным. Например, можно добавить немного сушеного молотого чеснока для вкуса и аромата. Сочетание будет великолепно. Тщательно венчиком все перемешайте до объединения всех ингредиентов и образования довольно пышной светлой массы. Примерно так должно получиться. Теперь добавляем натертый кабачок, немного отжав лишнюю влагу. Хорошо все перемешиваем. Переложите образовавшееся кабачковое тесто на противень с пергаментной бумагой. И хорошо выровняйте по всему дну, чтобы слой яично-кабачковой смеси получился одинаковый. Теперь берем два оставшихся кабачка и нужно их нарезать на кружочки. Очень удобно это делать с помощью специальной овощерезки, мандолиной. Но и обычным ножом тоже все получится. Посмотрите, какой толщины должны получиться кружочки. Украсьте всю поверхность будущего рулета кусочками кабачка. Выкладывайте ломтики таким образом, чтобы кружочки были немного внахлёст. Отправляем теперь противень с содержимым в заранее разогретую духовку и готовим при температуре 180 градусов в течение 20 минут до золотисто-коричневого цвета. Пока основа выпекается, приготовим начинку. Нам понадобится небольшой пучок укропа. Нарезаем его довольно-таки мелко. И пара зубчиков чеснока. Измельчить их можно при помощи терки. В глубокую удобную емкость выкладываем творог по 100-образной текстуре. Если у вас обычный крупнозернистый творог, то тогда его нужно перетереть с помощью сита или блендера. В емкость с творогом всыпаем нарезанную зелень и измельченный чеснок. Добавляем немного соли по вкусу. Хорошо все перемешиваем. Вместо творога можно использовать фету или адыгейский сыр. Тоже получается очень вкусно. Все, наша начинка готова. К этому моменту кабачковая основа уже тоже приготовилась. Дайте кабачковой запеченной массе остыть полностью. Когда остынет, переверните массу из кабачков на лист пергаментной бумаги. И теперь можно наполнять начинкой. Наносим творожную начинку на кабачковую основу и равномерно все распределяем. Затем аккуратно сворачиваем рулет из кабачков и отправляем его в холодильник примерно на час. По истечении этого времени нарежьте его на кусочки. И наша великолепная закуска готова. Такой рулет можно приготовить и с обжаренной морковью и луком. С луком и грибами. А также прекрасно подойдет и мясной фарш. Главное, чтобы начинка была предварительно полностью приготовлена. Эта нежная закуска очень красиво смотрится в разрезе. Да и на вкус она просто великолепна. Очень рекомендую попробовать приготовить. Уверена, вам понравится. Ох уж эти кабачки! Хоть каждый день ешь и не надоест. Конечно, когда знаешь как. Первым делом займемся кабачком. Его нужно измельчить на крупной терке. Вот примерно так получилось. Добавляем теперь сюда пол чайной ложки соли. Хорошенько перемешиваем. И даем так постоять минут 20. Нам нужно, чтобы кабачок пустил сок. А пока займемся остальными ингредиентами. Берем помидор. У меня большой и довольно-таки мясистый. То, что нужно для этого рецепта. Нарезаем помидор на вот такие вот кружочки. Не сильно тонко, но и не сильно толсто. Так, как у меня. Вот так. Теперь нам обязательно нужна будет моцарелла. Грамм 100. Это будет безумно вкусно. Если нет моцареллы, можно взять любой другой сыр. Желательно тот, который хорошо плавится. Но вот с моцареллой обязательно попробуйте приготовить. Вкус не передать словами. Нарезаем сыр тоже кружочками. Не сильно толсто и не сильно тонко. Еще очень вкусно получается с обыкновенной брынзой или фетой. Вот сколько сыра получилось. Кабачок уже хорошо выпустил свой сок. Видите, сколько много получилось. Нам нужно теперь его хорошенько отжать, чтобы кабачок в итоге получился максимально сухой. Я делаю это просто руками. Беру небольшое количество измельченного кабачка и отжимаю сок. Но можно использовать сито или марлю. Здесь как кому больше нравится. Для меня быстрее и удобнее всего это делать просто руками. Разбиваем теперь сюда одно яйцо. Высыпаем пшеничную муку 2 столовые ложки. Разрыхлитель пол чайной ложки. Можно взять и обычную соду. И хорошенько все перемешиваем до однородного состояния. Как же это будет вкусно! Даже те, кто совершенно не любит кабачок, ни в каком виде просто в восторге от этого блюда. И очень удивлены, когда узнают, что там вообще есть кабачок. Все ингредиенты должны очень хорошо смешаться между собой. И в итоге у нас получается вот такая вот однородная плотная масса. Но абсолютно без комочков и муки. Это важно! У нас практически все готово. Берем теперь сковородку. Выливаем немного растительного масла. У меня оливковое. И хорошенько ее разогреваем. Распределяем масло по всей поверхности. Лучше это делать кисточкой. И теперь выкладываем наше кабачковое тесто. Сразу все. Аккуратно и быстро разравниваем по всей поверхности, чтобы везде была примерно одинаковая высота. И будем жарить на среднем огне в течение 5 минут. Сначала с одной стороны. Затем берем тарелку, выкладываем нашу будущую вкуснятину. И аккуратно перевернув, отправляем на сковородку. Держим еще 5 минут с другой стороны. Сверху выкладываем моцареллу, которую мы уже подготовили. Вот так. И помидоры кружочками. Это будет очень вкусно! На вкус как настоящая пицца, только намного интереснее. Накрываем крышкой и держим на среднем огне до готовности. Нам нужно, чтобы сыр полностью расплавился. Уф, вот это аромат! Ну и вкуснятина у нас получилась! Срочно зовите всех к столу! Убираем наше блюдо с огня и сразу же подаем. Сверху посыпаем измельченной зеленью для неимоверного аромата. И можно наслаждаться потрясающе нежным блюдом. Подавать можно порционно, разрезав как пирог или пиццу. Это, кстати, очень удобно. Как же это вкусно! Вот обязательно попробуйте приготовить и напишите мне в комментариях, понравился вам такой рецепт. Сегодня очень хочу поделиться с вами еще одним вкуснейшим рецептом блюда из кабачков. Этот рецепт сразу нравится всем, кто его пробует. И если вы уже не знаете, что такого вкусненького приготовить из кабачка, тогда это видео точно для вас. Сохраняйте скорее рецепт и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие вкусняшки. Итак, приступим. Берем два молодых кабачка, срезаем все лишнее и сразу же натираем их на крупной терке. Отправляем натертый кабачок в отдельную емкость. Солим и хорошенько перемешиваем. Затем оставляем отдохнуть на несколько минут и отдать лишний сок. В это время берем молодой очищенный картофель. Одного среднего размера будет вполне достаточно. Также натираем его на крупной терке и отправляем в другую емкость. Вслед за картофелем натираем на крупной терке одну очищенную луковицу. И тоже отправляем в емкость с натертым картофелем. Кабачок уже отдохнул, отдал свой сок, который я ложкой отжала еще через сито. Полученную массу кабачка отправляем к ранее натертым картофелю и луку. Разбиваем теперь два крупных яйца в емкость с кабачком, картофелем и луком. Немного солим. Перчим черным молотым перцем. Теперь добавляем 2 столовые ложки манки. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты и отставляем емкость в сторону на 2-3 минуты. А пока займемся куриной грудкой. Берем одну половинку филейной части куриной грудки, разрезаем ее вдоль на узкие полоски, которые в свою очередь разрезаем поперек, образуя вот таким вот образом маленькие квадратики. Измельченное куриное мясо отправляем в емкость кабачка. Два зубчика очищенного чеснока пропускаем через пресс, отжимаем и добавляем к кабачкам и куриной грудке. Молодую сочную зелень, петрушку, кинзу, укроп, здесь уже все только по вашему вкусу. Измельчаем ножом и отправляем емкость к ранее перечисленным ингредиентам. Тщательно и аккуратно несколько раз все перемешиваем столовой ложкой до получения однородной массы. Теперь берем сковородку, желательно с антипригарным покрытием, наливаем примерно 2-3 столовые ложки подсолнечного рафинированного масла, так чтобы масло покрыло ровным тонким слоем всю внутреннюю поверхность сковороды. На среднем огне хорошенько разогреваем сковородку. На хорошо разогретую сковородку столовой ложкой аккуратно выкладываю кабачково-куриную массу, немного напоминающую котлетный фарш. Формирую ложкой небольшие по форме котлетки или беточки, как вам нравится. И на среднем огне обжариваю их до хрустящей золотистой корочки с обеих сторон, при условии слегка кипящего и немного шипящего подсолнечного масла. Как жаль, что вы сейчас не ощущаете, как аппетитно шипит в масле и издает аромат это кабачково-куриное чудо. Аромат в кухне стоит неимоверный, зовущий скорее отведать эту потрясающую вкуснятину. Ух, вот это красота! Обязательно попробуйте приготовить и порадовать своих родных и близких. А я желаю вам быстрого приготовления, приятного аппетита и уже с нетерпением буду ждать вас в комментариях. Как вам такое кабачковое чудо? Ставьте лайк, мне будет очень приятно и не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить вкусненького. Вот это кабачки! Так вкусно и быстро еще не было! Сытно, дешево и очень необычно! Это блюдо лучше подавать свеженьким, поэтому готовьте из расчета на один раз. Тем более делается все буквально за пару минут. Я взяла один кабачок среднего размера. Очищаю кожицу, не люблю оставлять ее в готовом блюде. А вы можете сделать так, как вам больше нравится. Очищенный кабачок теперь нам нужно измельчить. Для этого я буду использовать крупную терку. Можно, кстати, измельчить как корейскую морковку. Тоже будет очень вкусно и даже как-то празднично. Вот сколько кабачка в итоге получилось. Даже сложно было представить вначале, что это будет так вкусно. А теперь готовлю это блюдо практически через день. Берем большую емкость и перекладываем в нее измельченный кабачок. Теперь лимон. Разрезаем его на две части. И нам нужна будет одна половинка. Из лимона мы выдавим сок. Можно сделать это просто руками, а можно через вот такую вот соковыжималку, как у меня. В общем, это совершенно не принципиально. Главное вовремя убрать косточки, чтобы сок получился без них. Выливаем теперь 2 столовые ложки подсолнечного или оливкового масла. Тут по вашему желанию. И 1 столовую ложку жидкого меда. Неполная чайная ложка соли и черного молотого перца. Теперь все хорошенько перемешиваем. Это будет очень вкусно. Выливаем получившийся соус кабачкам и добавляем любимые специи. Только уже без соли. У меня это смесь трав и сладкого перца. Еще нам нужен будет чеснок. 2-3 зубчика будет достаточно. Измельчаем его как можно мельче. Натерку, ножом или через пресс. Главное, чтобы сам процесс был вам удобен. И теперь все хорошенечко перемешиваем ложкой, чтобы специи, соус и чеснок полностью соединились с кабачком. Разравниваем и уплотняем кабачок, чтобы он максимально был покрыт соком. И оставляем его так немного мариноваться, минут 10-15. А пока подготовим остальные ингредиенты. Берем морковь, одну крупную и тоже измельчаем ее на терке. Конечно же, предварительно я ее уже очистила и помыла. Измельчать сильно мелко не нужно. Я делаю это просто на крупной терке. Вот такая вот сочная морковочка получилась. Еще для этого блюда нужен будет красный сладкий перец. Сорта могут быть разные. Главное, чтобы он был мясистым, сладким и красным. Так блюдо будет красивее. Очищаем его от семян и нарезаем на небольшие квадратики. Вот примерно такие, как у меня. И конечно же зелень. Ну куда же без нее сейчас. Зеленый молодой лучок меленько нарезаем. Теперь укроп. Одного небольшого пучка будет достаточно. Измельчаем тоже желательно мелко. И у нас практически все готово. Наш кабачок выпустил много сока и уже хорошо пропитался. Высыпаем к нему подготовленную морковь, измельченный красный перец, теперь зеленый лучок и под конец ароматный укроп. Хорошенько все перемешиваем и наш потрясающе вкусный, а главное такой полезный салат готов. Легкий, быстрый в приготовлении и довольно таки сытный. Такой салатик запросто может стать дополнением к обеду или полноценным ужином. А если хотите сделать его еще более насыщенным, можно добавить любые семечки, тыквенные или подсолнечные. Будет еще вкуснее. В любом случае, я уверена, что готовить его вы будете частенько, когда один раз попробуете. Сегодня я хочу предложить вашему вниманию очень быстрый в приготовлении, аппетитный, вкусный и такой красивый в подаче к столу рецепт. Итак, берем средний, но молоденький кабачок и среднего размера баклажан. Поочередно каждые из них разрезаем на тоненькие и примерно одинаковые кружочки. Для того, чтобы кружочки баклажана выглядели примерно одинакового размера. А это, кстати, немаловажно в одновременном приготовлении баклажана и кабачка. Я более толстую часть баклажана разрезаю пополам, а потом каждую половинку нарезаю тоненькими полукольцами. Вот, примерно так. Нарезанный таким образом кабачок и баклажан временно перекладываю в другую емкость. У меня это стеклянная прямоугольная форма для выпекания. Два средних по величине клубня картофеля очищаем от кожицы и также нарезаем тоненькими кольцами или полукольцами, если это нужно будет. Яркий, сочный болгарский перец, красный или оранжевый, нарезаю тонкими полосками. Теперь берем форму для выпекания. Застилаем ее пергаментной бумагой и перекладываем все подготовленные овощи. Перец также отправляю к кабачку, баклажану. Нарезанный картофель отправляем к баклажану и кабачку. Растительное масло у меня оливковое. Вы можете использовать любое по вашему вкусу. Выливаю на овощи. Немного соли. Добавляем смесь разных перцев. Очень тщательно и аккуратно перемешиваю овощи. Особенно важно, чтобы масло покрыло абсолютно все кружочки и полоски овощей. Только при таком условии блюдо получается невероятно сочным, вкусным, пропитанным ароматами друг друга. Подготовленную форму с овощами отправляю в духовой шкаф примерно на 25 минут. Обратите внимание, что через 10 минут овощи обязательно необходимо аккуратно перемешать. Желательно дважды за время приготовления. Пока запекаются овощи, давайте приготовим неимоверно вкусный соус. Который как нельзя лучше, на мой взгляд, подойдет к этому блюду. Небольшой молоденький зеленый огурчик очищаю от кожицы. Натираю его на мелкой терке. Один зубчик чеснока также натираю на мелкой терке. В маленький салатник или емкость выкладываю несколько ложек простого йогурта, без добавок. Перекладываю к нему натертый огурец и чеснок. И отдельно нарезаю немного молодого укропа. Добавляю его тоже в йогурт. Немного солю. Добавляю смесь разных перцев. Хорошо тщательно все перемешиваю до получения однородной смеси. Все, наш великолепный летний соус готов. А в это время такой аппетитный, манящий своим ароматом запах приготовленного блюда заполнил уже всю комнату. И приглашает всех к столу. Вынимаем запеченные овощи из духового шкафа. Выкладываем на порционные тарелки. Ложечкой поливаем сверху вкусным соусом. И вы посмотрите, какая сочная, яркая игра красок запеченных овощей на белой тарелке у нас получилась. Как вам такая вкуснятина? Ставьте лайк, не забудьте подписаться. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы всегда видеть новые рецепты. И уже совсем скоро увидимся. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok